здравствуйте дорогие зрители сегодня я хотел бы поделиться опытом квашения или замачивания острых перцев чаи дело в том что это лакомство большой деликатес потому что в готовом виде развесное соление под таким названием стоит я не знаю может даже где-нибудь 300 гривен за килограмм в то время как сезон перца чили достаточно протяженный длинный и заканчивается поздно перед чили отечественные продают вплоть до начала декабря уж наверняка правда в конце сезона он становится дороже я успел купить перец еще по цене 32 гривны и вот такой вот перец разный он может быть красным он может быть вот такого цвета полом он может быть зеленый зеленый в квашеном виде тоже очень и очень вкусный может быть даже только зеленый или же может быть острый пепперони что немножко представляет себя из себя кое-что другое но сейчас уже не продается поэтому будем говорить вот о таком остром перце как он называется горький на всех ценниках я впервые по-моему насколько помню впервые я решил засолить или замочить или заквасить но все-таки квасить потому что это брожение впервые решил замочить такой перец потому что знаю как это невероятно вкусно и я очень много ем острого очень его люблю и в сыром виде его употребляют тоже как только я его заквасил он сразу же подорожал вдвое и сейчас уже по 65 гривен я посмотрел некоторых блогеров конечно сделал в результате все как-то по-своему каким-то уже 21 способом но есть и небольшое предостережение поэтому расскажу о своем рецепте а он чрезвычайно прост главное сделать правильный рассол и сейчас я перечислю его компоненты наверное я еще пропишу их внизу я решил заквасить килограмм и 300 граммов такого перца для чего мне понадобилось по моему два литра или два литра с небольшим рассола берите хорошую воду питьевую и может быть из бювета но из проверенного бювета потому что в киеве есть может быть два-три бювета которыми я могу пользоваться вся остальная вода хотя ее почему-то вот сегодня видел как наполняли 36 6 литровый баллон в один мужчина себе наполнял и в повозку положил они так стояли батареи что они делают с этой водой для меня загадка и так берем хорошую воду кипятит нам ее не придется нагревать ничего не придется на литр воды теперь уже я говорю о рассоле и о литре чистой воды которая станет рассолом я не перевожу то в килограммы перца это вы сами понимаете и так на литр чистой питьевой воды столовая ложка с горкой соли столовая ложка с горкой меда можно старого меда может быть дальше вы добавите на литр парочку небольших лавровых листиков я добавлял кориандр можно свежемолотые лучше всего каши свежемолотые можно даже горошком если хотите можно молотый такой пакетированный я еще насыпал немножко на дно вот буквально если говорить на лифту скажем так чайная ложка кориандра и чайная ложка вот такой смеси перцев здесь смесь пяти перцев но это совершенно не нужно просто вы можете при желании добавить клаву еще какую-то одну излюбленную вами специю например это будет гвоздик или что-нибудь такое или вообще ничего не будет достаточно обойти с кориандром и лавровым листом медом и солью дальше на литр рассола уходит примерно три средних зубочка чеснока покупайте украинский чеснок конечно вот который вы нарезаете тонкими пластинками когда вы все это растворили помешали чуть-чуть вы целиком как есть укладываете перцы но каждый перец я протыкаю насквозь вот такой-то небольшой удобной вилочкой это нужно делать обязательно потому что иначе вместо если этого консервировать консервирование другой рецепт я консервировал перцы много а это квашение для квашения вам тоже важно чтобы рассол попал внутрь и он обязательно проникает внутрь и потом каждый перец у вас становится таким наполненным этим рассолом так что там уже когда во время поедания вы будете смотреть как бы его не разбрызгать и вот что получилось вот я использую такие емкости в частности и такие емкости для квашения вот что получилось здесь и такой и красный такой и сякой невероятный аромат очень качественный рассол который можно использовать повторно сколько времени это у меня стояло стояло это у меня пять суток при средней суточной температуре плюс 20 градусов поэтому лучше стать наверх на шкаф например и не накрывайте герметично можно прикроете например какой-нибудь материей чтобы такое море пять суток при такой температуре пожалуй будет совсем достаточно но я могу держать и чуть дольше например вот сейчас это моя такая импровизированная кадушка постояла уже ровно шесть суток и она не нуждается в том чтобы срочно и убирать на холод потому поэтому она может стоять пять шесть суток может даже и семь потом это можно убрать на холод или в холодильник в общем не знаю там как кто с какой высотой поедает такие вещи потому что я поедаю очень быстро я могу без ничего съесть 10 перцев подряд и я это сделал только что честно говоря было бы больше этого продукта я бы вам показал более взрушительную какую-то а вот уже плавает то что осталось и удержаться невозможно очень хорошо идет с каким-то вяжущими конечно же с пюре рис вяжущими продуктами потому что сам по себе перец такой вот в таком виде как перец который уже стал продуктом брожения он сочетает в себе все вот как сказать индийские но не только индийские компоненты вкусовые то есть соленая сладкая пряная острая кислое если к этому добавить вяжущие то с чем вы будете есть этот рис будет самый замечательный вариант но конечно поедайте его в меру своего вкуса своих пристрастий и не злоупотребляйте потому что от такого перца у вас не может случиться никакая язва желудка но если вы уже страдаете каким-то заболеванием тогда перец не будет безразличен вашему желудочно-кишечному тракту в худшем смысле этого слова и одно маленькое предостережение консервировать перец перец нужно иначе с уксусом и так далее там тоже участвует мед попытаться как-нибудь законсервировать вот такой прокисший перец с помощью уксуса и как-то перья его может быть пластилировать банки закрыть я думаю это какой-то эксперимент который не стоит того чтобы им заниматься но предостережение которое я нашел у одного из блогеров он сказал что для того чтобы квасить именно такие перчики нужно брать перцы которые слегка увядают которые слегка увяли то есть просто полежали или если вы хотите чтобы они увяли побыстрее вы можете разложить их где-нибудь на ткани дома на пару дней и так далее я же брал ну это вот такие уже они у меня как раз вот эти полежали уже несколько дней вот эти полежали не знаю сколько там не лежат на неделю вот если бы такие перцы которые полежали неделю я там завтра послезавтра заквасил наверно у меня получилось бы лучше почему потому что те вот такие отборные глянцевые безупречно красивые перцы которые я конечно старался выбирать может как ваши меня всегда такое берем хоть яблоки хоть что кстати о яблоках смогу рассказать отдельно я их квашу уже очень давно и для полного очень кислоображения понадобится я думаю 15 суток поэтому когда они истекут и это будет скоро мы поговорим еще и о яблоках и о моем рецепте яблок но получается что я немножко помахнулся я взял свежие более свежие а свежие они получаются слегка мягковатые вот как определенная часть этого плода она как правило где-то там она она мягковатая не совсем уже так расползается распадается но пока не они могли бы быть и более такими что ли подсушенными и кстати такие полувядшие подсушенные перцы если вы их видите в магазине то как раз вот не огорчайтесь а смену берите потому что они имеют меньшую плотность и при теперешней уже теперь вот считать в декабре почти дорогая визнь этого продукта вы подвевший перец купите особенно если он прописан вторым сортов или по какой-то акционной цене вы не погнушаетесь не побрезгуйте его купить и примитивнейший рассол вы соорудите за за минуту правда же то что я сказал и вы бросите туда этот перец в помытом проколотом виде и забудете почти на неделю забудете об этом солении зато потом будете иметь невероятный результат я подчеркиваю что все то что продается а тем более то что продается уже в банках законсервированные или то что продается на развес всяческие эти перчики которые поменьше побольше красные зеленые желтые но все они стоят бешеных денег они стоят бешеных денег поэтому заняться вот такой засолкой благое дело думаю будет очень хорошо ну а также наверное к новогоднему столу сами понимаете для кого для любителей каких напитков это может оказаться вообще чем-то фантастическим только вот не могу рассчитать как лучше квасить наверное нужно квасить можно сейчас а потом уже лежать в погребе или как-нибудь в холодильнике в какой-нибудь скажем банкой под капроновой крышкой просто так не обязательно стерилизованно чтобы она пристроена чистая и была как по вашему наблюдению ну не знаю здесь не выделяется никакой дополнительной жидкости особенно не выделяется газов поэтому не нужно это протыкать и мешать как капусту как что-то другое вы просто должны забыть об этом потому что забыть об этом очень трудно это очень манящая идея и манящий продукт и вам кажется а вдруг это уже завтра или послезавтра будет нет за один два этого не случится 5 суток гарантированно я уже назвал при какой температуре среднесущая температура плюс 20 и я думаю что этот рецепт может быть кто-то рискнет повторить большое спасибо всем кто слушал извините что так как-то самодеятельное неказисто но это получилось очень вкусно поэтому не думаю что я записал это видео зря может быть кому-то будет интересно тему соления и некоторых заготовок я хотел бы не наверно скоро продолжить будем надеяться что мы с вами встретимся когда-нибудь еще огромное спасибо за просмотр всем удачи и при желании подписывайтесь пожалуйста на мой канал я буду рад рассказать что-нибудь интересное вам не только на тему о солениях поэтому до возможной скорой встречи счастливо